Когда к нам обращаются с вопросом, во что, например, лучше вложиться, какие бизнесы, доходные, в первую очередь, конечно, следует выяснить, как это, в известном убережском анекдоте. Я извиняюсь, а какие у вас есть моральные принципы? Потому что, если, скажем, у людей нет, скажем, морально-этических ограничений в плане того, чем заниматься, ну, понятно, что в топ-листе стоит, наверное, производство и продажа оружия. По крайней мере, последняя информация о доходности американских компаний, располагающихся на американском континенте, в Северной Америке, по производству артиллерийских систем, боеприпасов, истребителей и приборов ночного видения. Ну, там довольно широкая номенклатура, беспилотники, радиоэлектроника, все такое прочее. Ну, естественно, боеприпасы, да? Ну, то есть боеприпасы, как самые там часто востребованные. То есть в топ-листе, наверное, стоит производство и торговля оружием. Не зря же все участники конфликта, разжигатели, бенефициары, лоббисты, там, Пентагон, да? Все компании, которые являются производителями, зарабатывают на этом. Наверное, потом или выше него, наверное, стоит наркота. Тот же самый, крушуемый с североамериканским континентом бизнес, да? По статистике или по информации людей, скажем так, приближенных к этому сектору рынка, страна, которая занимает 3% населения, потребляет 80% наркотиков, да? То есть 3% населения земного шара, 80% наркотиков, да? Поэтому, собственно говоря, им нужны плантации в Афганистане. Они, собственно говоря, не уничтожили ни одной плантации, ни одного завода по производству. На те самые наркоты, там, героин и кокаин, ничего не так делали. Вот. Потом, наверное, какая-нибудь по доходности игра спекулятивная на любой бирже, товарно-валютной, ценных бумаг, товарно-сырьевой, где-то там еще проституция, наверное, да? Ну, так вот, слава богу, конечно, большинство, да не то, что большинство, 100% наших клиентов – люди, имеющие морально-этические принципы, да? И если уж они там, допустим, занимаются каким-то видом деятельности, которые, скажем, не совсем, например, этичные, да? Я сейчас про расставщичество, там, скажем, торговля или производство алкоголя. Ну, то есть, безусловно, осуждаемые обществом виды деятельности, но находящиеся, увы, в правовом поле на секущий момент. Или там вебкам-деятельность, да? Какое-нибудь там, я не знаю, производство контента, который условно отнесен к эротическому содержанию, да? Хотя, ну, специалисты, наверное, классифицируют его, скорее всего, как порнографического содержания. Вот. Или, например, там, слава богу, в нашу орбиту не попадают клиенты, которые работают вне правового поля. Да, допустим, там теневой бизнес встречается, да? Вот, наверное, ну, как сказать, если сравнить с сюжетом фильма «Джентльмены», там, по выращиванию этой самой растительности под землями вельмож английских, да? Марихуана, марихуана, ну, это выращивание, да? Вот, понятно, что не такие. То есть, если, ну, не знаю, например, там, скажем... А, встречается банный комплекс, да? В черте города, мегаполиса, миллионника, что, в принципе, наверное, в жилом квартале, на одной из, скажем так, очень оживленных улиц, среди других жилых кварталов, да? Где, в принципе, наверное, ну, или, по крайней мере, они дровами топят, да? Скорее всего, это не по правилам строительных норм. И не по СНИПу, наверное, да? Скорее всего, какие-то нарушения. Или, например, выращивание червя где-нибудь в подвале или в гараже, да? Или так называемые массажные или там спа-салоны. Ну, фактически это прикрытые или неприкрытые формы разврата. Безусловно, они делают это не без ведома силовых структур, да? Вот, каких-то, или, по крайней мере, силовые структуры, скорее всего, знают об этом, да? Вот. Ну, скажем так, в правовом поле, ну, или почти в правовом поле, да? Ну, по крайней мере, не те, за которые, за деятельность, которая, предусловно, предусмотрена уголовная ответственность, максимум, наверное, административная какая-нибудь. Вот. В основном, конечно, приходят люди, которые имеют морально-этические ограничения в собственном мировоззрении, в собственной философии, да? Вот. Но их тоже, как бы, интересует вопрос, там, наибольшей доходности, да? Вот. С теми, у кого такие морально-этические ограничения есть, понятно, что мы, например, начинаем обсуждать какой-нибудь проекты, быстро выстреливающие, да? С высокими рисками, но и с высокой долей маржинальности, да? Ну, например, информационные технологии, да? Или, там, скажем, какая-нибудь электроника, импортозамещающая вещь, которая в масштабе, например, да? Вот. Или софт чаще всего. Вот. А, скажем, там, деятельность на рынке Форекс, на рынке ценных бумаг, на рынке акций, криптовалюты, других биржевых, скажем так, инструментов, ну, например, она нам этически совершенно не близка, да? Потому что это торговля дутыми активами, это, собственно говоря, эффективные сделки, ровно так же, как и расставщичество, любое страхование, да? То есть от рисков, которые не произошли, от несуществующих, что называется, потерь, да? Торговля вероятностью на грани между психологией и расставщичеством, собственно говоря, да? Сомнительные сделки. Особенно если брать их по шариату, они все запрещены, да? Вот. Собственно говоря, вот, ну, в первую очередь, такие ограничения, наверное, стоит спрашивать, да? А в остальном, ну, собственно говоря, люди, там, скажем, есть в круге нашего общения люди, которые говорят, ну, не люблю купи-продай, хочу заниматься производством, да? То есть есть там люди, которые вкладывают в девелопмент, да? Хотя это, собственно говоря, игра в долгую, это стратегические инвестиции, это не быстро окупаемые проекты, точно так же, как и ряд производственных проектов. Ну, правда, если это инновационная, наукоемкая продукция, да, там, наверное, что-то такое более быстро окупаемое, да? Ну, или, например, там, еда, продукты питания, одежда, обувь, поскольку всегда является, что называется, естественным, естественным потреблением, ежесуточным, да, или многоразовым, что называется, в день, да? Или там не подвержена там определенной, как бы, сезонности, вот. Ну, понятно, что одежда не частая покупка, хотя и спонтанная, да? Обувь тоже не частая покупка, спонтанная, не всегда вынужденная, да? Особенно сфера моды диктует определенные, скажем так, тренды и стимулы к покупке. А вот еда, средства, что называется, а, лекарства еще добавились, да? А, товары для питомцев. Товары для домашних питомцев. Маркетологи с уверенностью заявляют, что средний чек, частота покупок и бюджет на домашних питомцев всех видов существенно превышает бюджет на даже детей, не говоря уже о, собственно говоря, сами взрослых кормильцев, те, кто зарабатывает, да, и тратит. Вот, есть достаточно много высокомаржинальных и в то же время и этичных, и легальных, собственно говоря, бизнесов, да? То есть, поэтому при шкалу доходности бизнесов, в принципе, при желании можно выстроить, выстроить даже среди, ну, как бы, бизнесов легальных. Многие здравомыслящие люди к определенной мудрости вместе с, как говорится, зубами мудрости, да, приходят к какому-то такому-то осознанию, ну, например, да, то есть мы там раньше там наигрались в Форекс и Морекс, да, когда были сверхзарплаты, когда бонусы какие-то были премиальные и прочее, прочее. Вот, а сейчас хотим что-то такое вложить, матушке-земле отдать должное, да, пусть, чтобы не, ну, как бы не текло, ну, хотя бы, хотя бы капало, да, то есть вот такие вот тоже есть моменты. Обращайтесь бизнес-моделями, бизнес-идеями, занимаемся профессионально, прорабатываем финансо-экономику, рассматриваем проблему в комплексе, в взаимосвязи с другими факторами. С вами был консультант решения Вернерф Сергей Маслефин.